Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Сегодня я вам хочу рассказать про хайлайтеры, как их выбирать. Хайлайтер это перламутр, но этот перламутр он бывает разный по яркости. У него может быть очень активное сияние, в принципе мы как раз такое и называем хайлайтер перламутровый. Также у него есть атласная, более деликатная и совсем такое благородное, нежное. Это сатиновое или жемчужное сияние. Сияние для лица используется тогда, когда мы хотим придать коже тонус, лоск. То есть, возможно, у вас кожа сухая, возможно, вы приболели, поэтому она стала сухой. Может быть, вы стали старше и у вас тип кожи изменился и она стала сухая. Так вот, сияющие текстуры кожи придают вот этот эффект внутреннего свечения, сияния, здоровья, тонуса. Поэтому использование хайлайтера на сегодняшний день в макияже, это практически обязательный ритуал. Так вот, как выбрать этот хайлайтер? Дело в том, что так как он отличается по сочности своей и по яркости, вот точно так же нужно и выбирать для себя. Например, вы девушка колоритная, у вас смуглая кожа, жгучи черные волосы, карие глаза, то таким девушкам смело можно использовать достаточно активные яркие перламутры. Если вы посмотрите ролики в интернете, там как раз очень часто на восточных девушек наносят вот этот хайлайтер, прямо огромным количеством, на африканских девушек очень часто показывают, и у них так кожа сияет, и на них смотрится красиво. Но, если вы девушка славянского типажа, у вас светлая, нежная, полупрозрачная кожа, у вас видна розовинка на лице, у вас есть веснушки, и если вы будете использовать такой мощный хайлайтер, то на вашей коже это будет смотреться совсем по-другому. Это просто ее убьет. Поэтому для такой кожи, которая более тонкая, нежная, лучше использовать хайлайтер, который дает эффект легкого жемчужного свечения. Как это определить? Когда вы наносите хайлайтеры, то по сиянию это можно понять. Самое интересное, сейчас я вам покажу чуть-чуть покрупнее, самое интересное, что хайлайтер, который достаточно яркий, его в принципе можно сделать нежным. Это если вы будете его наносить совсем чуть-чуть, то тогда такой хайлайтер может создать очень красивое деликатное свечение. То есть тут будет иметь значение, как вы его растушевываете. Также они делятся по цвету. Есть бронзовый, есть белый, есть розовый, есть бежевый, есть неоновый. Поэтому выбор цвета будет зависеть от того, какой у вас цвет кожи. Вот здесь вот очень хорошо видно их отличия по яркости и по цвету. Запомните такое правило. Если кожа достаточно смуглая, имеет может быть не такой желтоватый, коричневатый или оливковый пигмент, то в вашем случае выбирать лучший хайлайтер, который будет бежевого цвета или вот такой слегка бронзовый. Если у вас кожа склонная к розовинке, то в вашем случае будут нежно-розовые и белые хайлайтеры. Таким образом будет как раз, не будет точнее контраста и будет создаваться эффект свечения, но не будет усиления, например, той же розовинки. Или если бы в обратном случае со смуглой кожей, не будет усиления серого и коричневого пигмента. Поэтому выбор по цвету имеет значение однозначно. Текстура, насколько сияние будет более активная, тоже имеет значение. И еще важный момент. Выбор текстуры. Это будет хайлайтер, который в виде стика. Это будет хайлайтер, который в виде такой жидкой текстуры с пипеточкой выдавливается, например, в тюбике или в баночке, неважно. Или это будет хайлайтер, который как тени, то есть сухой. Вот такие вот варианты хайлайтера. Смотрите, здесь представлен как раз такой вот жемчужно-розовый и бронзовый хайлайтер. Вот этот бронзовый, он, естественно, не подойдет для многих девушек, потому что кожа, если светлая, то на вашей коже это будет просто откровенно рыжее пятно. И это вас никак не украсит. Поэтому выбор текстуры, сухой это будет или кремовый хайлайтер, зависит от того, какая у вас кожа. Например, у вас кожа склонная к жирности, вы пытаетесь, стараетесь сделать ее матовой. Поэтому девушкам, у кого кожа склонная к жирности, сухие хайлайтеры будут, ну скажем так, более комфортные. Потому что на жирную кожу еще наносить кремовые текстуры, иногда вы просто чисто по ощущениям можете испытывать дискомфорт. Не то, чтобы он куда-то разъедется, нет. Есть хайлайтеры, которые, например, жидкие. Жидкие чаще всего, это могут быть даже просто тени, например, какой-то тени Армани. Когда жидкая текстура, то есть бывает кремовая, а бывает жидкая. Разница в том, что жидкая текстура, она, вода, когда испаряется, средство очень хорошо фиксируется и становится очень стойким. Поэтому, если у вас кожа склонная к жирности и у вас средства достаточно быстро, скажем так, подтаивают на коже, то вот жидкий вариант хайлайтера будет более стойкий. Но сухой тоже будет стойкий, а вот кремовые некоторые, они могут быстренько растаять или даже, вот говорю, само ощущение будет для вас не очень приятное. Вот такие вот рекомендации, поэтому выбирайте правильный хайлайтер для себя, для своей кожи, для того, чтобы это свечение было натуральное. Иначе, если вы выберете неправильный хайлайтер, то вы тогда можете подчеркнуть поры, вы можете подчеркнуть морщинки и вообще кожа будет смотреться рыхлой. Это уже не про лоск, это уже не про роскошь, это уже совсем другая история. Я надеюсь, вам было полезно. Спасибо огромное за внимание. Напишите, пожалуйста, какую тему интересно вам, чтобы я осветила, и я обязательно сделаю ролик по вашей просьбе. Спасибо большое, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok